всем привет сегодня рассмотрим совет скотта мэйерса по эффективному использование языка c++ итак этот совет у нас следующий то есть он пишет предпочитайте использованию ну ptr значением то есть вместо 0 и ну вот то есть мы вот это вот сегодня рассмотрим точнее даже сейчас вот то есть для указателей мы знаем int например звездочка п мы можем сделать следующее ну ptr есть давайте p1 вот так вот p2 и p3 здесь 0 и здесь это пережитки прошлого вот и это нам пришло из языка си вот все плюс плюс новом уже там с 11 или 14 стандарта не помню добавилась вот такая вот штучка ну ptr который четко указывает указателю ну мы можно сказать что тоже прислалит 0 или ну но дело в том что 0 это литерал и это представляет собой просто ну то есть литерал от целочисленное значение данном случае да там целочисленное значение 0 литерал вот и если c++ встречает 0 в контексте где может использоваться только указатель он его интерпретирует как нулевой указатель но это как бы как пишет скотт мэйер запасной выход а вот фундаментальная же стратегия c++ состоит в том что 0 это значение типа int в данном случае а не указатель то же самое относится к нул в случае с нул имеется некоторая неопределенность в деталях поскольку различным реализациям то есть это компилятор различные реализации компиляторов есть то есть разные компиляторы и соответственно в них разные реализации вот нул может быть целочисленным типом но отличным от интеджер это может быть лонг 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 там еще что-нибудь вот это может быть просто банальное расширение дополнение компилятору вот то есть как бы по факту это не является популярным все-таки для большинства компиляторов нул это просто там define 0 да это тоже целочисленный литерал но можем могут быть нюансы и так то есть мы знаем 0 и нул это вот для большинства случаев это просто целочисленные литералы и так чем же фишка фишка в том что мы знаем языке си плюс плюс у нас же есть перегрузки так так ну и давайте сделаем вот такую штуку вот три функции есть перегружены до имя одинаково количество параметров а совпадает единственное различие это тип их тип на данном случае здесь int был вводит это и вот мы вызываем вот функции f0 и f0 туда передаем что в этом случае может быть в этом случае пишет скотт мэйерс вот это может не компилироваться то есть данном случае у меня это не компилирует но он пишет что там где-то компилируется будет вызываться вот это вот функция с f и параметром типа параметром которым является int то есть будет как бы нул это ноль понятное дело данном случае у меня не компилируется вас может компилировать проверим но в этом случае здесь все очевидно компилятор выберет вот эту вот функцию в этом же случае опять-таки почти всегда как пишет скотт мэйерс будет вызвана вот эта вот функция но никогда не будет вызвана вот эта функция с указателем на воин соответственно были рекомендации для эффективное использование языка си плюс плюс 98 в которых просили избегать перегрузки перегрузки типа указателей и целочисленных типов то есть была рекомендация вот такие вот вещи избегать то есть когда у нас есть перегрузка и есть целочисленный тип точно также есть указатель вот потому что было неопределенностях в неопределенности вызове и почти всегда вызывался вот с целочисленным типом то есть функция с целочисленным типом и также в чем же ну ptr преимущество да давайте попробуем сделать вот так ну ptr и запустить в этом случае всегда в этом случае всегда будет вызвана функция параметром который является указатель вот почему ну потому что ну ptr это специально добавленное вот такое вот слово и компилятор когда это видит он четко знает что нужно какую функцию нужно вызывать то есть но ptr не является значением целочисленного типа то есть если так уже говорить то он и не имеет там типа указателя но его можно рассматривать это ну ptr указатель на любой тип вот и все то есть по факту типа у него нету но это является указатель на какой тип данной любой на какой угодно вот соответственно использование ну ptr позволяет нам избежать всяких сюрпризов вот с перегруженными функциями дальше дальше ну ptr ну и вообще нам в коде иногда может понять понять что в коде происходит ну к примеру у нас может быть вот ауто какая-то переменная разал и она равна там к примеру что-то там ищет какая-то функция есть find это из книги скотта мэрс и пишу рекорд вот что-то там ищет какие-то там аргументы еще вот здесь будут вот и дальше мы проверяем на результат если раз равно 0 то то что то там делаем вот если же мы не знаем какой тип возвращает find record то в данном случае мы можем легко предположить что это будет какой-то целочисленный тип в данном случае int до ранее в девяносто в восьмом стандарте ну и языке си чтобы четко указать что это был указатель мы писали вот так вот ну тогда мы четко понимали что это указатель ну зачем это делать использовать пережитки прошлого если можно уже пользоваться новыми вещами но у ptr и писать вот так соответственно у нас вот здесь мы четко видим что тип который возвращает find record но у ptr этом мог писать один программист вы можете смотреть этот код и здесь уже не очевидности нет вот ну и на этом я думаю можно все то есть в книге скотта мэрса там есть еще чуть-чуть дальше расписано про это все там уже вступает шаблоны но что-то усложнять в своих видео я не хочу вот поэтому можете дочитать это все сами вот соответственно что нам какой нам нужно сделать вывод везде где можно то есть если мы везде где мы используем указатели предпочитаете отказывайтесь от привычки писать ноль или ну всегда сравниваем на ну ptr присваиваем ну ptr к примеру вот вот таким вот образом рез ну ptr в данном случае понятное дело компилятор выведет какой тип то есть рез у нас будет уже неким указателем на что-то так так в этом же случае скорее всего будет выведен тип int в этом случае ну наверное тоже int будет выведен вот не знаю надо проверять а смотрите это даже long int в данном случае конвертируется в он кинту в этом же случае этого просто целочисленное значение вот поэтому всегда предпочитаете ну ptr и все совет простой и эффективный поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем делимся обязательно это видео распространяем среди товарищей друзей животных каких-то может быть у вас есть умные которые тоже смотрят и у которых есть youtube канал или страничка в фейсбуке и так далее короче всем спасибо за внимание всем пока